Язык на столе, на новогоднем столе, это обязательное условие. У каждого русского человека, будь он даже живет за границей, а моих подписчиков за границей довольно много, нужно найти язык и приготовить его. Я вам расскажу, как я варю язык. Если вдруг у кого-то откликнется, то сделайте так же. Если вы привыкли делать это по-своему, значит вам предстоит его отварить по-своему. Поэтому главная цель, язык должен быть вареный. У меня мощный даже, такой шершавый тут на кончике. Сюда его раз. Лаврушечку обязательно пару штук. One, two, three. Нет, два с маленьким отрезком. Луковица. Когда мы снимем уже ролики про то, как правильно чистить лук. Троллей давно не будоражили. Ну и вдруг найдется человек, который и правда не знает, как чистить лук. Хотя, я вас уверяю, там масса нюансов. Масса. Прям все же просто живут, как бы, как говорят повара, потребительский, да? Мы-то все время изучаем всю кухню, а многие не изучают, а просто такие, типа, а вот так вот и все, главное пожарить. Горелочкой. Можно это сделать на газу. Можно это сделать с помощью газового баллона. Можно бросить на электрическую печку, если у вас, ну, знаете, как в старину, такие металлические кругляши, которые нагреваются. Я ничего с ним не делаю. Смотрите, что он сам живет. Сам живет своей жизнью. Все сюда. Обязательно соль. Солит пару щепоток. Если язык будет не соленый, ну, он будет пресный тогда, да? Это и дураку понятно. Смотрите. У меня здесь мало соли, я бы еще больше бы досыпал. Если бы она у меня была. Нету соли. Есть, кстати, соль с травками, которые я когда-то делал. У меня есть на канале рецепт. Вот, я ее сюда немножко добавлю. Много не добавляю. Знаете почему? Потому что я сюда еще добавляю соевый соус. 100 миллилитров. Главное, чтобы он сильно не красился. Потом я наливаю воды, чтобы вода покрывала полностью. И уже сразу зажигаю газ, чтобы газ нагревал воздух. Воздух нагретый доходил сюда, уже сверху подогревал воду. Значит, 4 часа варится язык на медленном огне. Затем я его очищаю. Прям горячий достаю под холодный кран. Язык сразу начинает сжиматься. Быстро очищается пленка. Не везде хорошо, но в основном чулком снимается. На кончике языка есть, по бокам немножко остается. И кладу его обратно в этот же бульон, пока он еще горячий. Я оставляю на ночь. Так нужно делать для того, чтобы он после очистки пропитался обратно вкусом вот этим своим. Он как в сувиде там еще доходит. И остается сочный. Потому что если вы его достаете, охлаждаете, очищаете, он начинает отдавать влагу все равно. И становится суховатым. И не дай бог вы в пленку не закрутили его, он еще и сверху подсыхает. Поэтому моя мама так всегда делала. И я с большим удовольствием это все перенял, испробовал, попробовал. В общем, 4 часа. На большой конфорке я сейчас дождусь, когда закипит, а потом переставлю туда и через 4 часа вспомню о нем. Когда он сварился, я его почистил и остудил. Потому что если его не остудить, его будет тяжело резать, он будет разваливаться, если слишком мягкий. А если будет твердый, то при остывании он еще схватится. Поэтому я его остудил. Он такой, довольно плотный. Это позволит мне нарезать максимально тонко его и максимально широко, глубоко, длинно. Но, помимо всего прочего, значит, у меня здесь есть еще грибы, которые тоже будут вместе в этом блюде. Я их все-таки порежу пополам. Они большеватые для этого дела. Значит, вот так вот. Пока сковородка разогревается, здесь у меня грибочки. Их долго готовить нельзя, потому что шампиньоны все-таки такой гриб. Простой, вкусный, выращивается в теплице, не требует к себе каких-то там сверхъестественных вливаний, умудрений, фарширований и всего прочего. Давайте. У нас все равно язык главенствующее положение занимает. Режем все пополам. Ну, этот не будем резать. И этот тоже небольшой, тоже не будем резать. Значит, я отправляю грибочки в сковородку. В сковородке они начинают обжариваться, но пока без масла. Без масла обжариваются. Опа! Чеснок, зубчик другой. Мне казалось, что я покупал чеснок вчера, но, возможно, я ошибся, да. Вот еще маленький один зубчик у меня есть. Чеснок для, как бы это правильно назвать-то, для ароматизации, для ароматизации процессов, происходящих при обжаривании грибов-шампиньонов, которые будут являться частью нашей новогодней закуски. Потому что, как так, язык есть, а нового года еще нет. Все должно быть вместе. Сливочное масло небольшое количество. Треть ложки. Все тщательно перемешиваем. Перемешиваем тщательно. Рафик ни в чем не виноват. Вот, они такие получаются у нас. Немножко огоньку. Ускоряем процессы обжаривания. Грибы полусырые. Мы запомнили, да? Вот теперь сюда чеснок. Все, 3 секунды, да? Обжарили. Чеснок. Щепотку соли. Обязательно как без соли. Значит, смотрите, берем бальзамический крем. Бальзамический крем. Не уксус, а крем. Он, как бы вам его показать. А давайте я буду сюда лить, вы сразу поймете все. Смотрите, это густое варенье такое черное. Огонь надо выключить. Поливаем немного. Только лишь для того, чтобы у нас грибы стали глазированные. Чтобы появилась глазурь. Они должны стать вот такими. Черными, сладкими, глазированными грибами с чесноком. Все, их надо убирать, иначе тут будет непонятно что. Все, слегка грибочки обработали теплом. И достаточно. Не надо их там жарить полдня. Превращать непонятно во что. Для пущей красоты кунжутиком посыпем и дадим им остыть. Потому что иначе ничего не получится. Закуска должна быть холодной. О, друзья, сейчас будет сюрприз. Остывают грибочки. Зубочистки подготовили. Ножичек тоже. Начинаем резать со стороны какая-то сторона? Стороны попки. Со стороны корня. Зри в корень. Так называемый корень. Начинаем резать отсюда. Ух ты! Ништяк! Так, вот не получился. В серединке он прям вообще. Вот смотрите, нужен максимально тонкий срез, чтобы получился рулетик. Вот такой рулетик у нас будет. Нарезаем, выбираем. Так вот, дорогие друзья, есть заливное с языком. Это когда язык является частью, так сказать, вот этого всего продукта. У меня есть вот такой холодец мощный. Как варить холодец, вы знаете. Если нет, у меня есть ролик про холодец. Здесь у меня получается наоборот. Язык с заливным. То есть я взял, наварил вчера ноги прям, прям копыта говяжьи. Там, где только один желатин. Он у меня встал, видите. Ну, не дерево, конечно, но тут, в общем, как у вас получится. Я выстелил вот эту вот баклажечку пленкой. Смотрите, раз, 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 раз. Вот так вот достаю отсюда холодец. Как бы странно это не звучало, но холодец будет у нас начинкой. Положите холодец под язык. Представляете, как ваши гости будут удивлены. Небо не заливной сколочен, а холодец заливным. Дальше все очень просто. я не буду брать. Сейчас я примерю, примерно, какого размера должен быть у меня. Смотрите, не острым ножом. Оп, чистый желатин. Что скажете? Но без желатина. Ну, как без желатина. Если многие говядины считать, что это чистый желатин вообще, то тогда с говяжьим желатином. Так, быстренько. пока у нас ничего не растаяло, вот сюда вот кладем кусок заливного. Вот так вот заворачиваем. Ёшкин кот! Я же забыл самое главное, друзья, я же забыл как может быть язык без горчицы. Как язык без горчицы? Он не может быть. Но смотрите, что нужно делать. Во-первых, горчицу нужно брать ядреную. такая, чтобы прямо аж... О! 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 Сейчас, секунду. Размазываем горчицу. Тут я немножко мажу, потому что она прям реально в нос бьет. Бросаем все силы на то, чтобы свернуть быстро. Оп! Аккуратно. Здесь у меня грибок. Опа! и сюда. То же самое делаем со всем остальными. Я, конечно, понимаю, что горчица у нас распиарена почему-то дижонская. Все ее знают. Но русская горчица она, во-первых, вкуснее. Я каждый раз говорю об этом, что, друзья, если вы берете горчицу, возьмите нашу острую, нашу прикольнее. Вкус у нее ярче. Я, конечно, поклонник такой. Дижонскую практически не использую. Редко-редко в медово-горчичном соусе еще можно использовать дижонскую. Но никак не в холодце, никак не в языке. Здесь все-таки должна быть горчица настоящая, которая в нос бьет. Так, самый маленький берем. Можно, конечно, ммм, тоже холодец. ух ты. Можно я поострее сделаю себе сам. Вы знаете, я, например, давным-давно мечтал, каждый раз берешь холодец, там столько мяса, чуть-чуть вот желейки. Чуть-чуть желейки и ой, горчица какая. Я вот сначала желейку соберу, потом мясом давлюсь. А вот это идеальное состояние. Это реально говяжий холодец, только без мяса. Язык шикарно. То есть вы можете язык в другое блюдо отправить, в салат. Да, вы можете его нарезать, просто намазать горчицей, а хлеб накидать тонну и съесть. В холодец вы можете чуть-чуть чесночной пасты его смазать, на него горчичку. Можете все вместе, как я сделал. Можете отдельные грибы поставить на тарелочке, как дополнительная закуска, потому что они сочные, вкусные, с чесноком. В общем, идея вам должна быть ясна. Мы берем три ингредиента. Холодец без мяса, язык, грибы и горчицей приправляем в разных сочетаниях. Из этого можно превратить, ну вот, три ингредиента, я всегда говорю, трижды три, девять. Девять закусок можно, в принципе, замутить. Во-первых, по одному, потом можно холодец с грибочком, холодец с языком, без грибочка, холодец и так далее, но подобное. А может быть не девять, может быть десять, а может быть пятнадцать, а может добавить и мандарины, вообще будет огонь. Я к тому, что с наступающим Новым Годом, дорогие друзья. Я не буду украшать эти шикарные рулетики укропной травой. Я к тому, что наслаждайтесь, ведь в год крысы, мне кажется, закуска из языка это вообще самое подходящее. И в год свиней, и в год лошади, кстати, в год дракона вообще великолепно. Вообще язык всегда заходит, это же вкусно. Варите и наслаждайтесь.